Дмитрий Нечаев Это фундаментальные угрозы не только для народных республик, но и для нашего государства, что, собственно, и было их главной целью, а именно расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры вплотную к российским границам. При этом все попытки России договориться с Североатлантическим альянсом либо цинично им попирались, либо представители НАТО пытались усыпить бдительность российского руководства, чтобы выиграть время и еще больше упрочить свои позиции. Ну а они с начала 90-х годов и так значительно укрепились. Падение СССР. Фактически с этого момента начался передел мира. Баланс сил на планете сильно изменился в пользу Запада. И это очень вдохновило многих политиков в Европе, особенно в США. В военной риторике членов НАТО явственно стали проявляться амбиции гегемона, на переговорах стал преобладать менторский, а нередко и откровенно хамский тон, кое-кто уже почувствовал себя хозяином планеты, которому должны рабски прислуживать все остальные. Впрочем, несогласным оставляли право выбора. Им, например, можно было десятилетиями томиться под санкциями. Или погибнуть под ракетными обстрелами прямо в своих мирных городах, как это было в Белграде, Ираке, Ливии, Сирии. Конечно, большинство таких действий западные идеологи пытаются маскировать и преподносят под личиной демократизации. Но по факту, как верно заметил в своем недавнем обращении президент России Владимир Путин, практически везде, куда США приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Нетрудно догадаться, что этот же сценарий готовился и для нашей страны, которая сильно сдала позиции на мировой арене после развала СССР. Вот сейчас те, кто постарше 40 лет, помнят, как, начиная с 90-х годов, коллективный Запад активно поддерживал сепаратизм на юге России и чего нам стоило затушить очаг международного терроризма на Кавказе. Мы помним, какие испытания прошла наша страна в новой истории, как выставила и начала возрождаться, набирая мощь и влияние. Мы также видим, какое раздражение и сопротивление вызывает это у ключевых западных политиков, у государств-сателлитов США. Оттого и неудивительно, что провалились все попытки договориться с ними о взаимном соблюдении интересов в приграничных зонах. При этом натиск западной коалиции постоянно продолжался. Бесконечно отстраненно наблюдать за этим было нельзя. России просто не оставили выбора. К тому же, как опять же верно заметил Владимир Путин, подобные сценарии мы уже проходили в начале 40-х и очень дорого за это поплатились. Допустить такое второй раз было бы не только безответственно, но и попросту преступно. Еще один важнейший негативный момент состоит в том, что на исторически наших же территориях, по сути, сформирована, как сказал президент, враждебная нам антироссия, которая поставлена под полнейший внешний контроль. Вообще говоря, это, конечно, трагедия нашего народа, когда по прошествии всего лишь чуть более полувека, с того момента, когда наши деды плечом к плечу, ценой своей крови и жизней очищали от коричневой плесени родную землю, их внуки, пошедшие на поводу у врага, предав память о подвиге предков, поднялись на своих же старших братьев. При этом в заложниках этого помешательства оказалась огромная масса ни в чем не повинных людей. По сути, действительно, наших братьев. Сейчас в нашем обществе нет-нет, да и раздаются голоса, мол, почему мы должны их спасать и кормить, они нам не нужны и тому подобное. Но послушайте, когда сегодня смотришь по телевизору на беженцев с Украины, когда видишь этих людей, говорящих на одном с нами родном русском языке, когда смотришь в глаза их детей, которых нацики бомбили снарядами с надписью «Все лучшее детям Донбасса», морально ли вообще ставить на чашу весов меркантильные интересы и жизни этих людей? Возможно ли было дальше безучастно наблюдать геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на нашу помощь? Еще раз хочется сказать тем, кто в нашем обществе сейчас запаниковал и завел вселенский вой, мол, все пропало, это война на годы, не считая разруха, санкций и так далее. Товарищи, без паники. Правда на нашей стороне, и победа будет за нами. Надо сказать, что сейчас больше всего таких сомневающихся в молодежной среде. И это объяснимо. Это поколение росло в относительно благоприятных условиях. Оно не сталкивалось с подобными вызовами. Ими такое не переживалось. Тогда как на самом деле даже новейшая история знает аналогичные примеры. Это и военный отпор террористам на Кавказе в начале 2000-х, и поддержка крымчан в 2014 году. И в 2015 году Россия применила вооруженные силы, чтобы поставить заслон проникновению террористов из Сирии в Россию. Ну и надо также сказать, что большинство россиян всех возрастных категорий, а это 73%, поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Уверен, что после успешного завершения операции по наведению порядка эта цифра еще увеличится. В нашем обществе часто поднимается вопрос о национальной идее. Ответы на этот вопрос, конечно, даются разные. Но вы помните, как когда-то емко, по сути, по этой же теме высказался герой Сергея Бодрова, отвечая на вопрос «В чем наша сила?» «А сила в правде. У кого правда, тот и сильней», — сказал он. И знаете, исторический опыт говорит о том, что настоящая сила нашего народа в справедливости и правде, которая, безусловно, на нашей стороне. А значит, и справедливая победа непременно будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!